доброе утро всем у нас такой ветроган все летают смотрю то майка у кого-то тут тряпки то носки все на улице улетела я наконец-то выбрасываю мусор пластик и картон позвонил с утра этот поставщик ну не поставщика это доставщик доставщик как его назвать и говорит там что-то в общем такое время мне назвал назвал неудобное около 9 я говорю здрасте приехали я говорю не могу сейчас я не ответ в общем договорились что он мне потом салаврине отвезет этот заказ но не будет его поднимать потому что там у нас грузовики не поднимаются дорога очень узкая и поэтому не поднимет не может грузовик подняться не проедет не то что даже узкая ну да там такие повороты что туда не про не заедет грузовик грузовик балконы и в общем в общем встретимся с ним внизу вообще просто он мудрит все заезжали а этот не заедет может грузовик большой не знаю так что видели мой вес а уходит уходит потихонечку помаленечку да ну конечно я килограмм в день точно не знаю не будет уходить а там хрена узнает может и уйдет в общем поживем увидим поехал я мусор вывозить и драган жара вот показывает 29 градусов представляете время 9 9 9 30 а уже 29 градусов но завтра уже будет 23 градуса днем представляете какой разница какая разница какой-то там циклон идет или еще что-то в общем осень у нас уже осень позавчера по моему началась так что можно официально назвать осенью то ли от ветра то ли от чего а нет этой пальмы это подстригают а я уж думала свалилась все нахрен короче мусора мне не удастся выбросить потому что там машин столько стоит и мне неудобно пальмы просто подстригать я думал от ветра по посвалились нафиг все но нет мусор вот тут выбрасываю потому что здесь всякий всякий можно мусор выбросить но блин там машина стоит стала разрогатилась и если я сейчас буду это в общем не получилось ну ладно так как это пластик и картон ничего страшного вонять ничего не будет я так вы все равно пару раз уже возила мусор неделю поэтому я никогда не кладу мусор в багажник потому что он там и останется ладно поехал я объездными дорогами немного потряски потряхивает потому что вот видите как это брусчатая дорога и как это назвать мне привезли посылки сейчас я их знаете в этот там накладная вытащу ее и разложу в это сумку обычную чтобы нести вот потому что две коробки как-то неудобно нести трындец капец но пришла домой поставить хотела машинку стираться она не стирается делает все как будто пум 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 но не стирается отправила мужу сообщение что он должен ее будет ремонтировать а вот надеюсь что она не совсем сдохла потому что мне нравится моя машинка но и не хочется вообще-то деньги тратить вообще без машинки то как никак трындец капец ладно хочу заранее переживать посмотрим жизнь покажет что с ней правильно самое интересное что она полное белья я то я знаете как стираю язна за замачиваю машинку на ночь на ночь и потом стираю вот она не стирается вчера стирала вот такая машинка она открывается открывается то есть сверху все ну ладно посмотрим что с ней муж значит сказал что вода куда-то там попала а вот и надо выключить из розетки на 30-40 минут и потом включить посмотрим в принципе он то лучше знает он как раз занимается ремонтом всех этих сеть всех аппаратов вот так я сама залезла и поремонтировал где наши не пропадала я помню когда одна жила в россии и розетки делала я даже себе плитку такую знаете с этими спиралью делала а что искать кого-то когда мне помню было 18 лет я вообще не понимал куда бежать что делать кто мне поможет поэтому сама не было кстати нити не интернета не телевизоров ничего не было я все сама своим умом какая волна я все своим умом доперла как чё делать поэтому поэтому да русские нигде не пропадут пойду про пылесосим потому что все летает ветер я тебе насыпала жена твоя ешь пикает и пикает пикает и пикает третье вот где собирается все не знаю как это потом все вышелушивать вот видите я свою орхидею не знаю получится у меня чего не получится я в общем-то и на ночь воду вот в эту вот кладу а на день вот так вот сушу вода там у меня со всякими витаминами со всеми делами в общем не знаю ну не дохнет пока в общем как бы знаете выбросить ее жалко думаю ну если уж совсем дохнет таким образом что теперь поделаешь я все я что могла то и сделала пойду пылесосить и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, у меня тут весело, как вы могли бы заметить Музончик, все дела Приступаем к готовке Готовки, готовки Итак, у меня сегодня будет нут с шпинатом Очень вкусняска И полезно Шпинатик, паприку Нужна нам будет понадобиться паприка Чесночок Я уже порезала Копченая паприка Ну и сам нут Я его уже слила в воду Вот, обжариваем на небольшом количестве масла Чесночок Две капельки И отправляем туда чесночок Когда чесночок так уже поджарился Добавим паприки Перемешаем О, какой запах пошел Смотрите, чтобы паприка не сгорела И сразу добавляем му И можно сразу добавить шпинат Шпината много не бывает Он потом все равно тает Тает, тает, тает на губах Как снежинка тает Я в твоих руках Встаю, встаю, встаю На шестни Главлю огонь Движением ресниц Не вытянула Главлю огонь Движением ресниц Там у меня разогревается мой стулчик Сейчас он растает Никуда не денется И вот что осталось от горы шпината Представляете? Посолим по вкусу Но желательно не досолить Мы же все-таки на диете, друзья Или как? Какие у вас там результаты есть? Худеете, не худеете? Делитесь своим опытом В принципе, блюдо готово Таю, таю, таю на губах Все Мой сегодняшний обед Шпинатик Супчик Манго Но манго я отправила уже в морозилку Чтобы оно там подзаморозилось Мне так это понравилось Муз де манго Вообще вкуснятина Включила машинку Она, вы знаете Вроде бы все делает Но вот так вот Не стирает вот так Туда-сюда Но отжимает Я просто, знаете Взяла, поставила ее на На это, как называется На режим Отжимает Отжатие И отжало все Не знаю Что с ней случилось То есть Если бы намочилось что-то То Она вообще не работала Правильно? Вот поставила сейчас на это На На Ополаскивание И будем вот так Программку за программкой Сделать Посмотрю Будет ли она При Ополаскивании Тоже должна там шевелиться Посмотрим Так Я себе завариваю чай Все-таки русские чайные души А испанцы не пьют чай Ну пьют, конечно Иначе бы его не продавалось Но не в таких количествах Как мы Я вот вообще В наших родственников Ни разу не видел никого Чтобы они пили Чай Всегда либо кофе Либо Либо кофе Либо кофе А Ромашку Могут они выпить Так Фигню какую-то Я сняла Кстати Этот Плата Серебряный Вот эту вот фигню Почистить надо И надела Вот этот Сваровский В Китае покупала Посмотрим Что там с машинкой Блин В общем Машинка Не выжимает Не стирает Ничего не делает Я знаете Как Набрала воду Так пожмякала Маленечко Она потом Сама слила Воду Потом опять Налила воду Я с этим Ополаскователем Опять пожмакала Немножечко Вот так вот рукой Вот Теперь пойду вешать Наверное Весить это будет Все Супер много Потому что Не выжато же ничего Ну ладно Хоть так Я хочу просто Опустошить машинку Чтобы муж Ее посмотрел Что-то потом Он мне что-то сказал Что-то там Ну я что понимаю Что-ли Мне это надо Вот Ну вот Не будет же он С ней Полной работать Вот поэтому Как-то так А мне эта машинка Очень нравится Ну ладно Думаю отремонтирует Будем держать пальчики Как это вот так вот Да Одна голова хорошо А две лучше У меня же наверху Машинка стиральная есть Она работает Вот я дура Муж сейчас говорит Да Надо ее типа Это освободить Говорит Ну а если тебе надо Вон наверху машинка есть А я про нее Совершенно забыла Я же ее помню Пидорила Она вся чистая Так что Без машинки То я не осталась Пошла проверить Она машинку На втором этаже Она что-то тоже Не работает Но там походу С розеткой Что-то не то Хотя хрен его знает Телефон просто Включила А он не работает Вот сейчас несу Вот этот У него тут огонек Такой есть Голубой Сейчас посмотрим Работает Не работает Розетка Видите Что-то с розеткой Не то С розеткой Что-то не то А так вот Машинка стоит Рабочая Я потому что В прошлом году Ее проверяла И даже стирала Пару раз Поэтому Знаю Без машинки Не останусь В общем А я пыжилась Думаю Да что за фигня Говорю Пойду розетку Проверю Она видите Не работает Розетка Ну розетка Проще сделать Чем Чем это Потому что В счетчике Я везде все посмотрела Там все включено И тут Вроде бы А не Вот уже выключено А когда успела Вот и все Так Дубль два Пойдемте Друзья Ой блин Дубль два Может быть Знаете Она розетка Испорченная И оттуда Что-то вырубается Все может быть Посмотрю Чарли так за мной Бегает Туда сюда Туда сюда Так Не было На печали Просто уходило Лето О Видите Загорелся огонек Так Значит Ой Вы у меня чуть не мандыкнулись Извиняюсь О Так О Загорелась О Видите Так Что Вода Может перекрыта На хрен Куда крутить Так Вода не льется О О Немножко протереть надо Ну Все Сейчас я знаете Что туда бахну Хлорочки Чтобы она простиралась Хлорочкой Хорошенечко И будет Неширкардос Что-то вырубилось А Знаете Это чего Все Я врубилась Там у меня Удлинитель был А он Видимо Не шпарит Потому что Завоняло Это Куда я пошла Завоняло Женые Вот это Хельня Пластмасса Знаете Сколько раз Я уже поднялась Наверх Вниз Раз 15 Вот он Тоже В общем Все Без машинки Знаете Не это Не Не хухры Вам хухры О Стирают Все Замечательно Смотрите Надо ее Чуть-чуть протереть Вон тут стояло Естественно Видите Все чисто Я помню Когда мы заехали Я тут все вымола Просто вот Сверху Надо промыть ее Тут на ней Вот Вот этот вот Спальный Матрас Лежал Вся фигня Короче Главное Что работает Одной печалью Меньше Но то Он мне должен Отремонтировать Пошла пораньше Погулять Хотела пойти Купить этот Ополаскиватель Ветер такой У нас вообще Но в моем кошельке Не оказалось Денюжек Вообще Евро не наберется Вы знаете В моем кошельке Всегда пусто По одной простой причине Что всю мелочь Я Уношу На работу Потому что Знаете У нас наверху Там ничего нету Ни магазинов Ничего И разменять Денюжку Негде Мои бабушки Они идут Ко мне С полтинниками Чтобы я им Разменяла И вот Поэтому приходится Всегда иметь Размен На работе И вот Как только У меня Пока окажется Какая-нибудь Десятка Двадцатка Я ее Естественно Оставляю На работе Поэтому В моем кошельке Всегда пусто Ну а полтинник Менять Ради Поласки Для белья Мне что-то Как-то Не хочется А вот Да и нет нужды Подождем Такие вот дела Тут вот Среди стен Вроде как Не так жарко А вообще Очень жарко Сегодня Я даже Опять сандали Надела Потому что Потому что Жарко Но хоть Вот такой ветерок Он тоже Такой душный Знаете Но хоть Какой-то ветерок В общем Ничего Прорвемся Буду плавиться Иду и плавлюсь Редактор субтитров Приготовила себе Ужин У меня сегодня Дынька И чай Вот Время у нас 8 Буду прощаться С вами До завтра Ставим лайки Спасибо вам За комментарии Очень приятно Читать С утра Знаете С вечера В общем Я комментарии Все читаю Абсолютно Все Ну это вы заметили Отвечаю Знаете Когда Там на работе Где-то Время Где-то Вот везде Где минутка Свободная Есть Читаю А уж Отвечать Нужно С толком Со смыслом Как говорится Поэтому вечером Когда уже Все смонтирую Когда уже В чаек Попью Потом Ложусь Как говорится На диванчик Отвечать На ваши Комментарии Так что Большое спасибо За ваши Комментарии За ваши пальчики Вверх За подписку За все на свете Всего самого лучшего И встретимся С вами Завтра Всем Пока-пока Офигенный Конечно Ужин Не поняла Даже ужин Не ужин Жизнь Моя Жизнь Жизнь Живу я Как в балоте Ну ладно Что есть